Здравствуйте! В прямом эфире программа «Позвоните доктору» в студии Галина Орлянская. Мы с вами продолжаем жить в условиях пандемии COVID-19. Конечно, времена тревожные, многие люди заболели, а врачи работают на пределе своих сил. Но каждый день человечество все больше узнает о коварном коронавирусе и его деятельности в организме человека. Мы же сегодня обратим внимание на его влияние на сосудистую систему человека, и в частности, на сосуды головы и шеи. Для начала предлагаю вам небольшой сюжет о самом вирусе. Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения констатировала вирусный характер болезни, а на нее, как известно, антибиотики не действуют. Нет лечения от вирусов. Врачи отмечают у больных появление высокой температуры, кашля, затрудненное дыхание, головные и мышечные боли, потерю обоняния. И советуют немедленно обращаться к врачу. Болезнь в короткие сроки быстро распространилась по миру. Более 240 миллионов людей заболели COVID-19, и более 5 миллионов умерли от коварного вируса. Украина находится на седьмом месте по заболеваемости. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации в мире и назвала происходящее пандемией, которая стала вызовом для всех. А так называемый невидимый враг – угрозой не только здоровью людей, но и причиной появления множества домыслов и мифов. На сегодня точная причина возникновения пандемии остается неизвестной, официально непризнанной. Но чуть более 3% жителей планеты Земля заразились опасной инфекцией. Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса Всемирная организация здравоохранения разработала ряд санитарно-эпидемиологических мероприятий и призвала страны мира произвести вакцинацию населения для создания коллективного иммунитета COVID-19. Сегодня у нас в программе невролог городской больницы номер 4, кандидат медицинских наук Шипотинник Евгений Владимирович. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Для телезрителей я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам позвонить по телефону 068 0629 000 098 0629 098. Евгений Владимирович, но вот мы знаем, что COVID поражает сосуды. Как он влияет на сосуды? И учитывая, что в голове у нас тоже много сосудов, увеличилось ли у вас количество инсультов, которые считаются вообще самой большой катастрофой сосудистой в голове? Да, к сожалению, это случилось. Количество инсультов в том числе увеличилось за счет увеличения ковидных инсультов. Во-первых, потому что, к сожалению, не происходит даже у лиц, у которых, как мы говорим, нет факторов риска, то есть ни у гипертоников, ни у заболеваниями, которые приводят к инсульту. Диабетиков очень много в Украине и в нашем городе, гипертоников. Соответственно, риск у человека возрастает заболеть инсультом при инфицировании ковида. И вот в пятницу прошедшую был Всемирный день борьбы с инсультом, где-то также проблема поднималась остро, потому что ковидные инсульты – это очень тяжелые инсульты, инсульты, которые характеризуются очень высокой летальностью, там летальность до 50%. То есть мы говорим о том, что человек, заболевший ковидом, с ним происходит инсульт. Что при этом в сосудах головы? Часто у ковидного пациента, у которого, особенно если это тяжелое течение, это течение с пневмонией, то есть снижение сатурации происходит же очень часто у таких пациентов. Эти пациенты, в общем-то, у них риск развития инсульта, даже неважно, страдает он гипертонией, или страдает он диабетом, или страдает он атеросклерозом, или болезнями почек, очень высок. Почему? Потому что низкий уровень кислорода в крови – это гипоксия, естественно, мозг на нее реагирует, и наиболее чувствительные два органа к недостатку кислорода – это сердце и мозг. Соответственно, это первый механизм развития инсульта ковидного, это низкий уровень сатурации. И второй механизм развития инсульта, тоже очень часто, это повышение свертываемости крови. У этих людей ярко выражена склонность к тромбозам, что, в общем-то, выливается в пневмонии, естественно, может вылиться в инфаркт, естественно, может вылиться в инсульт. В вашей, как бы, специальности считается, что инсульт – это, наверное, самое грозное осложнение неврологическое. Что при этом в голове происходит, в сосудах, когда случается инсульт? В голове чаще всего происходит тромбоз. Тромбоз закрывается, простит, сосудок тромбом, кровяным зустом. И что дальше с человеком происходит? Возникает у человека неврологическая симптоматика. Чаще всего это слабость в руке и в ноге, нарушение речи, головокружение, выраженная головная боль. Это основные симптомы. К сожалению, то, что я хочу донести, это очень тяжелые инсульты. Мы впервые в нашей практике, лично я, допустим, столкнулся с ковидными инсультами год назад. То есть вы отмечаете, что они тяжелее, чем те инсульты, которые… Они значительно тяжелее, чем инсульты не ковидные. В этом и вся проблема. Впервые мы прочувствовали это год назад, получается, во вторую волну ковида. Когда мы обратили внимание, у нас в отделении, где я работаю, в 4-й больнице, за первые 9 дней, когда мы начали лечить уже, как это, это был разгар ковида, и первые 9 дней мы лечили ковидный инсульт. У нас из 12 пациентов 6 умерло. То есть там и смертность высокая. Очень высокая смертность. Но мы начали, естественно, разбираться. У нас это… Это же серьезные вещи, 50% летальности. Звонили в другие центры, звонили на кафедры, звонили в институт неврологии. И, ну, в общем-то, поднимали литературу новую, еще которые обзоры, международные обзоры. Там действительно, это была проблема всего мира. То есть мы читали обзоры, которые писали в Австралии, австралийские, американские, канадские, европейские и наиболее развитые страны Африки, где есть доступ к ПЦР-диагностике. По большому счету, там тенденция от 40 до 50% летальность при ковидных инсультах. Это тяжелый вид инсульта. И сейчас, как мне кажется, на нашему населению нужно как никогда подумать о своем здоровье. Во-первых, о своих факторах риска. А вот, кстати, кто? Давайте еще раз… В-третьих, о элементарных правилах безопасности. Давайте тогда по очереди. Вот мы говорим о факторах риска и людях, которые в группе риска, с которыми это может случиться чаще. Кого вы выделяете? То есть чаще всего это инсульты происходят. Это гипертоники, это лица с патологией сердца, это в основном постинфарктные пациенты и пациенты с мерцательной аритмией. Это люди с ожирением, это люди с диабетом, это люди, у которых выражен атеросклероз, повышение уровня холестерина. Это люди, которые употребляют алкоголь, злоупотребляют алкоголь или пьют запоями. Это люди с болезнями почек. И люди, которые подвержены хроническому стрессу. Это наиболее частая категория людей, у которых может развиться инсульт. А вот есть какие-то ошибки, которые, быть может, ускоряют этот процесс развития инсульта? Какие ошибки у этих пациентов в отношении к своему здоровью вы считаете самыми грубыми? Еще очень известный врач Пирогов сказал, что будущее принадлежит медицине предупредительной. Естественно, профилактировать инсульты легче, чем лечить. Поэтому люди, у которых есть выше перечисленный фактор риска, они должны ими заниматься. То есть придерживаться определенного режима питания, определенного режима физической нагрузки и определенного приема медикаментозных препаратов под наблюдением семейного врача. То есть если он страдает гипертонией, то он должен принимать препараты. Если он страдает диабетом, то это диета, допустим, то, что мы все знаем, таблетки или инсулин. Если он страдает аритмией, то это опять же нужно наблюдаться у семейного врача. И, возможно, не забывать даже и про кардиолога иногда сходить. То есть следовать советам? Следовать, конечно. Ну, а сейчас дополнительно, чтобы вы сказали этим людям, которых есть риск развития вот сейчас, многие пренебрегают, мы видим, как носят маски. Очень много слухов и всяких, какие хочешь, мифов и домыслов по поводу прививок. Вот должны ли люди вот этой группы риска делать прививки? Вредно это им? Есть противопоказания или нет? Там есть очень узкий перечень противопоказаний. В основном прививки показаны всем. На самом деле людей, у которых медикаментозные противопоказания к прививке, очень мало. Очень мало. То есть такие пациенты, которые есть... Не должны прививаться. Вы сторонник того, чтобы они делали себе прививки. Да, безусловно. Мы знаем о том, что вы консультируете, часто ходите к неврологическим пациентам в ковидное отделение вашей городской больницы номер 4, где героические врачи помогают пациентам выжить. Вы сами переболели COVID-19. Скажите по поводу людям, скептикам, по поводу течения этого заболевания. Это обычный грипп? Или есть какие-то особенности вы отмечаете в течение этой болезни, учитывая, что сейчас наши больницы заполнились большим количеством пациентов? Вы понимаете, не хочется сеять панику, но очевидно, да, вот всем очевидно, что этот штамм вируса, он значительно более опасный, чем предыдущий. Действительно, больницы переполнены, действительно, врачи работают на, скажем так, на грани своих возможностей. И дай бог им здоровья, чтобы никто не болел и никто не вылетал, потому что просто если такие будут темпы заболеваемости, если не пойдет на спад, у нас просто скоро может, ну не дай бог, конечно, ну некому лечить будет. Все же болеют, врачи же тоже болеют. И они получают очень большую вирусную нагрузку. И нужно, наверное, тоже, ну немножко войти в положение врачей. Такое количество пациентов принимать очень тяжело. Ну 60-90 человек за смену, это только принимают они. Есть же еще, которые лежат, они же тоже требуют внимания. И надо с родственниками поговорить. Давайте прервемся, дадим возможность. Большие очень нагрузки. Телефонный звонок у нас есть. Алло, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. 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 Меня? Алло? Да-да, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас... Пожалуйста. Или вас... Мы вас совершенно не слышим. Вы можете от телевизора отойти? Да, я... Я... Мы вас просим перезвонить, потому что очень плохая связь. Мы практически не слышим ваш вопрос. Но мы продолжаем по поводу тяжести, течения болезни. Каких вы видите пациентов? Пациенты, в общем-то, крайне тяжелые пациенты, которые на кислороде. Пациенты, у которого сегодня сатурация была нормальная, а завтра ты приходишь на работу, у них уже сатурация ниже 80. То есть вот с таким нестабильным течением. Вы видите людей, вы задаете же им вопрос, они делали прививки? У нас крайне мало. В больницы попадают больных с прививками. Течение у них легче проходит? Получается, по всей видимости, да, безусловно, прививки это не панацеи. Там, в общем-то, и сразу были расставлены акценты в том, что прививка позволяет снизить тяжесть течения ковида и летальность. Все. Это то, что уже потом не вернешь, когда человека нет. Поэтому у нас крайне мало привитых пациентов в больнице. Возможно, они болеют. Я думаю, они болеют. Ну, не так сильно, как непривитые, но они переносят в легкой форме, сидят дома, у них не падает сатурация, у них не развивается пневмония и прочие другие осложнения. В том числе и инсульты, и инфаркты ковидные. Есть ли у неврологов предпочтения при выборе прививок? Люди спрашивают же их, какой вам делать. Некоторые в замешательстве находятся. Есть ли именно неврологические предпочтения для людей, у которых есть какие-то отклонения по неврологу? Знаете, у нас в неврологии такого нет. Если человек, допустим, страдает каким-то хроническим заболеванием неврологическим или заболеваниями, которые могут вызвать неврологические заболевания, предпочтений нет. Поэтому я, наверное, отвечу на вопрос традиционно. Для меня самая лучшая прививка – это доступная прививка. То есть, если мне надо сегодня привиться, и есть вот такая-то прививка, которая одобрена МОЗом, которая прошла испытание, естественно, я буду прививаться данной прививкой. Независимо от ее названия. Да, прервемся. Алло, мы вас слушаем, говорите. А кто я или кто? Да, да, да. Мы вас слышим, говорите. Вы меня слышите, да? Да. У меня вот такой вопрос. У меня диабет, и с очень большими печенью, почкой, и всего полно. Я каждый год ложусь в больницу. Вы слышите меня, да? Да, 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 слышим. Вот каждый год я ложусь в больницу. Вот я лежала в том году, в сентябре месяце в больнице. Кроме того, у меня аллергия с 88-го года. И получается, что я лежала в больнице, мне, ну, каждый раз там капеницы стали. Какой вопрос вы хотите задать? Они мне укол, и у меня пошла большая аллергия. Настолько, что они меня еле спасли, как бы говорят. Вопрос у вас какой, вопрос? Вопрос. Вот я боюсь делать уколы. Прививку. Понятно. Мне 74 года, и у меня очень много осложнений диабета. Хорошо, сейчас мы послушаем доктора, что нам скажет доктор в такой ситуации. По-моему, там перед прививкой тоже врач принимает. Да. Значит, ну, я считаю, что вам надо прививаться, в общем-то, в первых рядах. Потому что такие факторы риска, и если, не дай бог, такой пациент заболевает ковидом, еще если и с пневмонией, то шансов выжить у него будет, в общем-то, меньше, чем у других пациентов, более здоровых. Поэтому я считаю, что вам надо прививаться в первых рядах, а то, что вы боитесь за свою аллергию, я вам скажу так. У нас очень много людей с аллергией, которые даже об этом не знают. Вы знаете, что вы аллергик, это уже ваш плюс, да? Да, то есть вы готовы, вы можете подготовиться к этому, посоветоваться с врачом, какой препарат вести перед вакцинацией, вот, чтобы, ну, немножко на упреждение сыграть. И вы же понимаете, вы можете пойти сделать прививку в лечебное учреждение, в условиях манипуляционного кабинета, там, где есть все необходимое для оказания помощи, ну, если вдруг случится какая-то аллергическая реакция. Я думаю, аллергические реакции, это, ну, они случаются всегда и будут случаться тоже всегда. Из-за этого никто же не ставит вопрос не прививаться или не лечить инфаркт, или не лечить инсульт. Аллергия может возникнуть у человека в остром инсульте, в остром инфаркте, на операционном столе, и ничего страшного, мы живем в 21 веке, с этим справляются. Там, по-моему, ждут сколько-то после прививки, находятся в лечебном учреждении. Есть соответствующие препараты, их можно ввести до или после прививки. Но у вас очень высокие, ну, как бы, очень такие вот неприятные сопутствующие заболевания, и вам, как никому, ковидом болеть нельзя, и вообще вам болеть нельзя. Каким-то острым заболеванием вы будете все переносить тяжело. Поэтому надо вам вакцинироваться, просто посадиться с врачом, как сделать так, чтобы максимально снизить риск развития аллергической реакции, и все. У вас профильное неврологическое отделение в городской больнице номер 4. Сейчас в условиях карантина. Как вы работаете, кого принимаете и на каких условиях? Значит, мы сейчас работаем с ковидными пациентами. В основном это пациенты с ковидными инсультами. Которые их привозят к вам, как получается? Часть привозят, часть, ну, к сожалению, на этапе лечения не могут находиться в другом отделении, у них может развиваться в отделении инсульт. То есть вы берете только пациентов с острой патологией, да? Просто вот как плановые там люди ложились пролечиться? Нет, мы берем только пациентов с ковидом. Только с острой? Сейчас. Вообще даже сейчас? Вот когда пандемия началась, да. У нас других пациентов нет. Мы должны обязательно еще дать информацию по поводу инсульта, поскольку вроде бы так на слуху, грозное заболевание, а вот если симптомы, то люди теряются. Какие симптомы при инсульте? Частые симптомы при инсульте это головная боль, головокружение, слабость в руке или в ноге, нарушение речи. Что должен человек сделать? Если у человека возникли эти симптомы, он, если он в состоянии или его родственники, должны немедленно вызвать скорую помощь. У вас есть золотые какие-то часы, в течение которых вы можете применить определенное лечение для того, чтобы предотвратить грозное осложнение инсульта? Да, в течение 4,5 часов, это называется понятие, есть такое терапическое окно, когда доступен метод тромболитической терапии, то есть растворение тромбов, которые вызвали закупорку сосуда. Вы проводите такую манипуляцию? Все неврористские отделения города проводят. Все отделения в городе, которые принимают инсульт, они это проводят, и мы тоже. Это государство оплачивает, учитывая, что тромболитис, наверное, это дорогостоящая процедура? Раньше до вот этой реформы мы получали тромболитик, это порядка 1000 евро стоит препарат, одна доза, на лечение нужна одна доза, этот препарат вводится однократно, мы получали препарат по линии МОЗ, ну, со следующего года ходят слухи такие вот, ну, правда, он еще год не начался, что больницы будут закупать сами на те деньги, которые им платят за лечение инсульта. У нас есть телефонный звонок, алло, мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я хочу задать вопрос. Я прохожу химотерапию сейчас, мне можно онколог сделать? Вам нужно посоветоваться с... Да. Ну, по-моему, там очень мало таких ограничений, касаемых прививок, если мы о них говорим. Если мы вернемся к разговору про инсульты. Инсульт, вот вы говорите про тромболитис, 4,5 часа. Вообще инсульт к чему приводит? Наиболее грозное осложнение этого соболевания? К чему может приводить? Наиболее грозное это смерть и инвалидность. К сожалению, 50% наших пациентов нуждается в той или иной степени постоянного постороннего ухода. То есть это колоссальные экономические затраты для членов семьи. Многие из них вынуждены оставлять работу, чтобы ухаживать за больным родственником. Многие из них подрывают свое здоровье. Плюс это стрессовая ситуация. Постоянно в семье, когда близкий человек на твоих глазах, когда 3 дня назад он бегал и выполнял какие-то, в общем-то, жил активный образ жизни, вел. И тут он прикован к постели. Это же колоссальный стресс для членов семьи. А вот лечение, если люди не успели в эти 4,5 часа на тромболизис, то как отличаются сроки лечения при применении тромболитических методов и как, если другими какими-то способами? Томболитическая терапия, конечно, она снижает сроки лечения и самое главное, она снижает степень инвалидизации. Да, это самое основное. Если человеку по какой-то причине не повезло, в силу каких-то причин он не смог прибыть в стационар рано, по причине... Ну, сейчас, да, сейчас очень большие сложности в условиях пандемии. Это довоза пациентов. Сейчас бригады скорой помощи также перегружены. И мы все понимаем, что скорую помощь просто надо вызвать очень тяжело. Но люди сами же могут привезти своего родственника. Ну, это, конечно же, риск. Сами могут привезти, да. У нас телефонный звонок. Аллу, мы вас слушаем. Говорите. Добрый вечер. Добрый. Я хотела бы узнать, можно ли мне делать прививку? У меня системная склеродермия с поражением почек и суставов, и еще болезнь Рейн-Но. Вы знаете, системная склеродермия – это достаточно тяжелое заболевание. Поэтому оно имеет несколько стадий, степеней. Поэтому я думаю, что самым идеальным вариантом для вас было бы обсудить эту проблему с ревматологом. Ну, и уже как бы взвесить все риски. Потому что тут, да, ну, это тяжелая патология. И тут еще зависит от того, насколько у вас стадия хронической почечной дезаточности, какая стадия. И, в общем-то, на каком стаж болезни. То есть это сложный вопрос, и тут, я думаю, без помощи ревматолога вы не сможете решить этот вопрос. Потому что так или иначе, все равно в медицине первая заповедь не навредить. Но в целом я думаю, что для таких пациентов нужно найти возможность, то есть какую-то ремиссию поймать или еще что-то, чтобы привиться. Понимаете? То есть нужно найти способ, найти возможность уже даже пациенту с самым тяжелым соматическим заболеванием какой-то найти период, когда все же они пребывают в периоде обострения, ремиссии эти наши хронические пациенты, и привиться. Поймать время. Если возвращаться к инсульту, то мы вот голова. Трудно же определить, инсульт это или нет. Я понимаю, вы каким-то признаком. Диагностику вы какую проводите и как это выполняется? Какая основная диагностика? В экстренном порядке выполняется компьютерная амборфия головного мозга. Слава Богу, этот метод доступен во всех больницах. Это информативно очень? Да. Это позволяет определить. Ну, во-первых, в 10% опухоль головного мозга или метастаза протекает остро, как инсульт, дебютирует. То есть часть больных, они, к сожалению, оказываются онкобольными или больные с метастазами. Плюс это позволит определить это кровоизлияние или тромбоз сосуда. По поводу ковидных инсультов. У них тоже как-то так протекают, похоже? Или тоже им 4 часа нужно? Похоже, только немножко разные причины. Лечение там по большому счету не отличается. Там есть определенные нюансы в диагностике по причине маршрута пациентов. У нас, к счастью, в больнице маршрут этот пациента отлажен. У нас не пересекаются маршруты пациентов с ковидом, не с ковидом. И у нас есть возможность, это очень большой плюс в нашей больнице, делать КТ больным, пациентам с КТ головного мозга или там КТ легких, разные обследования назначаются, пациентам с ковидом. Если есть показания. Да, если показаний нет, пациента на КТ головного мозга мы не направляем. Это не то обследование. Если нет, это должны быть веские основания делать. Поэтому все как бы... И просто сложности заключаются в очень многих больницах. Сложности заключаются в том, что недостаточно отлажен маршрут пациентам с ковидом на томограф. Вот это большинство, да, словно у нас как бы нету такого, но это как бы, конечно, помогает современно в диагностике, но, к сожалению, это не снижает тяжесть инсульта, не меняется. Но сейчас предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет про ковид-19. Теперь уже все знают, что коронавирусы, а это целое семейство из 40 видов, внешне напоминают солнечную корону из-за шиповидных отростков. Коронавирусы – самозванцы от биологии. Наконечник каждого шипа имитирует молекулу полезного. И клеточные рецепты с радостью сами затягивают ее в себя, а за шипом в клетку продавливается весь вирус. Так происходит заражение. За 2 миллиона лет эволюции наша иммунная система научилась бороться с большинством известных инфекций. Но новый коронавирус застал ее врасплох, поэтому с ним так тяжело справиться и так легко заразиться. К необычным симптомам болезни относят потерю вкуса и обоняние. Правда, этот признак бывает не у всех, но иногда может быть единственным проявлением заболевания. В среднем каждый носитель ковид-19 успевает заразить от 2 до 4 человек. И это число выше в 3 раза, чем у сезонного гриппа, который, кстати, ныне практически не выявляют. Его нишу занял коронавирус. С большой тревогой ученые всего мира констатировали, что одним из самых серьезных осложнений новой инфекции является инсульт. Причем болезнь после перенесенной коронавирусной инфекции настигает даже молодых людей от 20 до 45 лет. А еще чаще после ковида встречаются другие поражения нервной системы, проявляющиеся длительными головными болями, снижением настроения, работоспособности, появлением тревоги, депрессии, нарушением сна. Таким пациентам просто необходима медицинская реабилитация. Какая – узнаем прямо сейчас. В прямом эфире мы беседуем с неврологом. Вы можете нам еще дозвониться, чтобы задать свои вопросы. Евгений Владимирович, вот мы говорим о том, что необходимо послеинсультное восстановление. Ну, начнем с него, послеинсультное. В чем, на ваш взгляд, оно заключается? И через какой период человек должен заниматься восстановительными мероприятиями после инсульта, случившегося с ним? Значит, у нас по этим нашим медицинским стандартам и протоколам постинсультная реабилитация должна начинаться на вторые сутки. Вопрос только в какой форме, с какими нагрузками, сколько времени и какие упражнения. Индивидуально, наверное. Да, это все подбирается индивидуально, в зависимости от тяжести инсульта. Поэтому мы стараемся начинать реабилитацию постинсультную те, которые пациенты в состоянии. То есть мы сейчас не говорим о пациентах, которые крайне тяжелые находятся. То есть мы говорим о том, что у них движение нарушается, функция движения двигательная, речевая функция нарушается, еще что-нибудь. Ну, что запоздалая реабилитация – это и пролежние, и контрактуры, и потом же очень тяжело будет что-то сделать. В реабилитации в основном у нас, да, речь и движение, и координация. В нашем отделении, ну, скажем так, до этого вот периода ковида у нас, в общем-то, есть прекрасный зал реабилитации с очень хорошим оборудованием, у нас очень хорошие реабилитологи. Есть, конечно, ряд проблем. Первая проблема, в общем-то, была изначально какая? К сожалению, в нашей стране профессия врач-реабилитолог появилась в 2015 году. Естественно, ну, по большому счету, я могу сказать, за все больницы практически из нашей страны. Все только начинают сейчас, мы только, как бы говорится, в зародыши. Это у нас реабилитация. На телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот никак нам с этим телезрителем не удается переговорить. Мы вас не слышим абсолютно. Или вам нужно по другому телефону позвонить, или от телевизора отойти. Какой-то конфликт существует. Ничего не слышим. Я вспомнил, что врач на телевизор. Нет, не слышно. Нет, не понимаем. Извините, пожалуйста, но мы не можем вас разобрать, что вы говорите. Мы говорили о том, что восстановительная реабилитация, есть теперь профессия специальная, она прикреплена к отделениям неврологическим? Да, у нас по пакету НСЗУ, если больница заключает контракт с НСЗУ на реабилитацию, будь то в травматологии, будь то в неврологии, будь то в детстве, там есть требования к штатам. То есть врачи-реабилитологи столько, логопед столько, психолог там столько, эрготерапевт, ну, то есть различные профили. Не имея этого штата, вы пакет на эти услуги не заключите. Поэтому, да, это сейчас, скажем так, направление, которое получило очень такое большое развитие. И я считаю, что у нас, допустим, в больнице созданы все предпосылки, чтобы это развивалось, потому что у нас очень, в общем-то, был проведен очень хороший ремонт, было очень, закуплено очень хорошее оборудование для реабилитации. Но, к сожалению, мы сейчас не можем им воспользоваться на полную силу, потому что в условиях пандемии, к сожалению, многие технологии сейчас недоступны, в том числе и эти пока. Но мы надеемся, что скоро это все закончится, и мы сможем уже помогать людям. Попробуем ответить на телефонный звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у моего сына хронический трамбат лебит, хроногат, ему можно делать эту прививку от ковида? Конечно, можно. И единственное, что я бы просто еще, знаете, вот как вот, знаете, как вот, ну, тромбофлюбит, это, в общем-то, распространенная патология, и большинство людей, наверное, этой патологией, в общем-то, не занимаются. То есть, если вы сомневаетесь, можно ли делать прививку при тромбофлюбите, ну, не упускайте само по себе это заболевание у сына. Пусть он, ну, занимается этой проблемой. Ведь есть же определенные, то, что можно делать с тромбофлюбитом, то, что нельзя сделать с тромбофлюбитом. Есть иногда люди, которым показано оперативное вмешательство при тромбофлюбите. Они почему-то тянут уже до последнего, когда уже, ну, совсем уже такая стадия запущенная. Понимаете, в чем все дело? У нас почему-то люди, я не говорю сейчас про вас, но очень часто сталкиваются с тем, что есть хроническое заболевание, человека это заболевание, ну, вообще никак не беспокоит, не волнует. Как только заговорили за вакцинацию, он вдруг вспоминает, что у него вот есть вот это вот, а пять лет он в этом вообще не вспоминал. Я сейчас не про вашего сына говорю, это просто, ну, уже, знаете, немножко наболело. И начинает говорить, что вот у меня вот это. Да, действительно, тромбофлюбит, это неприятная патология. Я считаю, что нужно прививаться, ну, нужно также заниматься тромбофлюбитом, скажем так, каждый день, принимая препараты. Если надо прооперироваться, значит, надо оперироваться. Если нельзя что-то делать, значит, не надо этого делать. Я имею в виду на физические нагрузки. Ну, а мы давайте опять вернемся к людям, которые переболели ковидом. Это такое заболевание, ну, вы переболели, я тоже переболела, которое очень влияет на человека. Да. Начиная с психики, вначале паника, как-то страшно, ужасно, и потом нужно себя успокоить. А потом остаются такие симптомы, как головная боль, которая изо дня в день, потеря вкуса, запаха. Иногда это даже очень долго затягивается у многих пациентов. Как, на ваш взгляд, после заболевания COVID-19, что советуют делать неврологи, чтобы быстрее восстановиться? Знаете, наверное, таких универсальных советов нет. Просто то, что советует любой врач, это вести здоровье в жизни. Рациональное питание, рациональный режим труда и отдыха. Немножко, ну, скажем так, все-таки полюбить себя в том плане, что избавиться от вредных привычек. Какие привычки вы считаете вредными, особенно влияющими на развитие неврологической патологии? Ну, алкоголь, курение, наркотики. Ну, часто, конечно, чаще всего это, конечно же, курение. Все-таки, ну, большинство людей, они, в общем-то, имеют, наверное, это самая распространенная вредная привычка, это курение. Человек, который бросил курить, у него уже сразу на 45% меньше с одним просто действием. Есть же такое понятие, как активное действие. Тем активным действием вы снизили риск развития инсульта и инфаркта на 45%. Телефонный звонок. Ответим на ваш вопрос. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у сына вегетососудистая дискомия. И вот насчет вакцинации. Понятно. Какой я знаю, прививку делать? И у него, получается, дефицит кровоостока справа идет. И вот боли часто, вот, где голова... Нет, это не противопоказание. Давайте сейчас еще раз четко скажем. Вегетососудистая дискомия, головные боли, где-то асимметрия кровотока, судя по всему. Нет, это не противопоказание к прививке. А показания наоборот делают прививку. Наоборот, конечно. Я читала, что вегетососудистая дискомия в некоторых странах мира, Европы, в том числе Америки, вообще не считается за заболеванием. Да, это у нас тоже не считается за заболеванием, потому что на сегодняшний день вегетососудистая дискомия, она не входит в международную классификацию болезни. Такого диагноза нет. Это, как правило, недообследованный пациент. У нас когда-то наша кафедра неврологии это доказала. Они приняли с пригородов 100 пациентов, которые направлялись в клинику с диагнозом ВСД. И просто изучали их, полностью обследовали. И там какой-то процент это был ревматизм, какой-то процент, я уже не помню цифры, это исследование проводили, в общем-то, лет 8-9 назад. Какой-то процент это были инсульты, какой-то процент это были пороки сердца. Соответственно, неврологические проявления, главное, были хорошие. Но такого диагноза нет. Они это наглядно продемонстрировали. То есть пациент, который и ходит с диагнозом вегетососудистая дискомия, там, по гипотоническому типу, иногда так даже ставить, гипертоническому типу, это просто недообследованный пациент, скажем так. Но не такое уж и опасное заболевание, я так понимаю, если его не признают в ряде стран. Да. По поводу восстановления запаха и вкуса. Есть ли какие-то рецепты, и быть может, нужно просто подождать? Ну, наверное, у каждого свои сроки восстановления. Ну, а, наверное, очевидно, есть категория пациентов, у которых это не восстановится. Я думаю, это тоже есть. То есть это такое уже... Ну, это всё бывает, дай бог, что это был очень мизерный процент. По поводу профилактики инсультов. Вот, что нужно знать для того, чтобы либо это случилось гораздо позже, либо вообще, если это возможно, не произошло. Каких мероприятий нужно придерживать? Значит, мы сегодня располагаем достаточно достоверными данными, такими, что 91,5% инсульта обусловлены 10 остальными факторами риска, которые мы можем модифицировать. Дадим возможность задать вопрос. Алло, мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Я попытаюсь всё-таки к вам дозвониться. Сейчас слышно меня? Да, мы вас слышим. Сейчас хорошо. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здравствуйте. Я около пяти лет назад перенёс ливосторонний инсульт. Скажите, как можно улучшить моё состояние в плане улучшения двигательных функций? Моя левая рука, левая нога, правая рука, правая нога довольно плохо меня слушают. Как можно восстановить каким-то образом? Вы говорили, что у вас есть какие-то новые лечебные процедуры у вас в отделении. Это можно осуществить? Смотрите, процедуры не лечебные. Это реабилитационные процедуры. Это просто не одно и то же. Это, в общем-то, вы, наверное, оговорились. Ну да, конечно, можно. Но для этого нужно, чтобы вот эта волна закончилась. Вы тогда подойдёте к нам. То есть карантин закончился, имеется в виду по ковиду? Сейчас нет возможности это делать. У нас больница, в общем-то, в большинстве своём работает на ковидных пациентов. Если эта волна закончится без проблем, приходите в отделение, когда мы откроемся уже как в прежнем режиме работы, и наши специалисты вас посмотрят и составят вам индивидуальный план реабилитации, который вы сможете проходить частично дома, частично у нас, как это, в общем-то, общепринято. Ну, а вы хотели нам рассказать о тех рисках, вернее, о профилактических мероприятиях, чтобы не было инсульта. Да, то есть есть 10 таких, скажем, модифицируемых заболеваний, которые объясняют 91,5% инсультов. Это, прежде всего, это гипертония, это фактор риска номер один. Естественно, человек, который страдает гипертонией, он, во-первых, должен об этом знать, потому что у нас многие люди на вопрос, у вас повышенное давление или нет, они говорят, нет, у меня давление нормальное. А потом, когда ты спрашиваешь их, когда вы последний раз его мерили, они говорят, лет 5 назад, потому что это нужно сразу уточнять, когда пациент последний раз мерил давление, потому что у нас иногда очень… К этому вопросу относятся. Просто не меряют, да. Вторая основная причина инсульта – это диабет, ожирение, третье, патология сердца, то есть это, как уже говорили, это или постинфарктный пациент, или пациент с аритмией, то есть это пациенты, которые нуждаются в наблюдении и в приеме противоритмических препаратов, или препаратов, которые назначают кардиологи, пожизненный, подчеркиваю, прием после инфаркта. Кардиологи же не назначают пациентам своим препараты на 2 месяца. Нет, они назначают ряд препаратов пожизненно. Это патология почек. К сожалению, патология почек очень часто протекает бессимптомно, до третьей стадии, по сути дела. Поэтому я считаю, что пациент с гипертонией должен обследовать почки, потому что первые стадии болезни, хронической почечной недостаточности или хронической болезни почек, она протекает бессимптомно, то есть нет нарушения отеков, нет изменения окраски кожи, потому что почка – это такой орган, у которых колоссальные компенсаторные возможности. Вот это курение, это злоупотребление алкоголем, это стрессовые ситуации, это загрязнение воздуха свинцом, это также считается риск развития инсульта, но для нашего города у нас нет загрязнения свинцом, поэтому это не актуально. Вот это наиболее основные факторы риска. А, и высокий уровень холестерина. Если человек страдает хотя бы одним из вышеперечисленным состоянием, то ему просто это нужно держать, ну, скажем так, в железном кулаке, в узде и не отпускать эти все показатели холестерина, давления, показатели пульса, сахара крови в свободное плавание. На 80%, то есть в теории на 91% мы себя таким образом защитим от инсульта, а на практике, потому что теория не всегда с практикой, конечно же, идет ногу в ногу, ну, это 80%. То есть если человек считается, что он будет следить за этими параметрами, то в 80% случаев он инсульта и инфаркт не перенесет. По поводу холестерина много говорят, есть вредный, полезный холестерин, но вот по поводу вредного холестерина, как вы считаете, что влияет на его образование и как пациенты что должны делать, чтобы его не было? Влияет на его образование эта работа внутренних органов, прежде всего, печени, пожуточной железы, и влияет это наш режим питания, как мы едим и что мы едим. Ну и как вы учите их кушать правильно? На сегодняшний день, это уже давно, и это остается, это уже не один десяток, не 10 лет, это уже более 10 лет считается, что с наиболее оптимальным режимом питания, наиболее оптимальной диетой для предотвращения инсульта, инфаркта, то есть сосудистой катастрофы, считается средиземноморская диета. То есть сейчас уже как бы все умеют пользоваться интернетом, я рекомендую зайти, посмотреть основные принципы и адаптировать к своим, скажем так, предпочтениям. Все это нужно адаптировать, не надо прям слепо прочитать и все это начинать употреблять. Кто-то любит так, кто-то любит так, нужно адаптировать себе, решить, какие продукты ты будешь есть, какие не будешь, и все. Там достаточно демократичная диета. Но против каких вы продуктов категорически выступаете и ограничиваете своих пациентов в их употреблении? Мы против продуктов, против жиров животного происхождения. Как можно меньше их надо употреблять в пищу. Ну и против фастфудов. Сейчас же понимаете, какая-то катастрофа получается. Уже, ну, посмотрите, чем детей, как празднуются детские дни рождения и так далее, что заказываются детям на дни рождения, это же ужас. Естественно, мы будем сталкиваться с проблемами атеросклероза с 8-12-летнего возраста. А сейчас уже он помолодел по вашей статистике? Я думаю, да. Фастфуды делают свои дела. Звоночек в стиле, мне подсказывают режиссеры. Алло, мы вас слушаем, говорите. Спасибо. Да, мы вас слушаем. У меня, значит, рак прямой кишки удалили. Рак нисходящей толстой кишки удалили. Вот. У меня предстательное. Лечил. У меня кишка на почках работаю. У меня сирот печени. Лечил. Вот. У меня уже сирот печени 26 лет. 26 лет. Слава Господи, я вывезу сам его. Вот. Мне можно сделать прививку? Берите. Скажите, пожалуйста, вот такой по жизни борец, как вы, вы реально опасаетесь то, что с вами что-то может сделать прививка? Вы же... Борец, по сути. Вы же борец, по сути. Вам, по-моему, и 20 прививок вас не сломит. Поэтому вы точно, кто вы тоже, вы точно можете не волноваться. Да, потому что такие люди, которые так... Должны жить, и поэтому вам прививка должна быть показана. Но если только онкологи не сделают. Да, если ваши онкологи там вам не скажут, не надо, то с моей точки зрения нет. Человек, который такой борец, то тут, по-моему, и 25 прививок ничего тут не сломит этого. Вам нечего бояться точно. А скажите, вот по поводу физических нагрузок, какие неврологи поддерживают, а против каких вы выступаете и говорите, вот это лучше не надо? У нас желательно 300 минут в неделю. Что имеется в виду? 300 минут в неделю? 300 минут в неделю физическая нагрузка. Там дальше уже, как говорится, по возможностям. Кто-то занимается плаванием в неделю, должно набегать эти минуты, 300 минут. Кто-то занимается ходьбой, кто-то занимается фитнесом. Это 5 часов, получается, 300 минут в неделю, 5 часов. Это вот тот необходимый, как говорится, минимум, который достоверно, то есть с позиции того, что сейчас очень модно, сейчас очень многие знают это словосочетание доказательной медицины. Вот с позиции доказательной медицины у него это 300 минут, у него очень высокая доказательная база, 300 минут физической активности в неделю для предотвращения сосудистых катастроф. А там кому что нравится? Кто-то любит заниматься плаванием, пожалуйста. Кто-то любит бегать по утрам, пожалуйста. Кто-то вот эти скандинавские, эти самые палки для ходьбы, пожалуйста. Кто-то там что-то дома делает, пожалуйста. Кто-то велосипед, сейчас очень много велосипедистов появилось. Сейчас же, понимаете, по большому счету город сделал очень много для массовой физкультуры. Вы посмотрите, сколько прекрасных уличных тренажеров. Тренажеров, да, да, очень много. Очень много локаций. Это же, в общем-то, как бы хорошо, об этом их надо использовать. Ну и еще такой вот вопрос мне подсказывает, что нужно вам задать. По поводу микроинсультов. Когда человек говорит, что микроинсульт, чем он отличается вообще от инсульта? И насколько... Ну, у нас есть термин малый ишемический инсульт. Я думаю, этот вот термин, который общепринят в неврологии, люди называют микроинсультом, как говорится, в простонародье. Значит, это инсульт, скажем так, симптоматика, когда прошла в течение трех недель. То есть, если что-то там, допустим, слабость руки, нарушение речи или нарушение координации движения. Если эти жалобы прошли в течение трех недель, это называется малый инсульт. То есть, человек полностью восстановился в результате лечения? Если три недели и один день, то это уже инсульт. Уже как бы... Да, это уже не микро, а уже инсульт. Ну, это чисто по нашим классификациям. Ну, и каков процент людей, которые восстанавливаются после инсульта? Перенесенного. То есть, насколько это грозно? Не более 10%, к сожалению. Пройдя инсульт, только 10%. Да, но я думаю, будет лучше. Да, то есть, ну, на сегодняшний день у нас реалии таковые, что на... Вот в прошлый год, если брать статистику, на территориях, которые подконтрольны Украине, 120 тысяч инсультов было в Украине. 10% полностью, как бы вот, по регресс-симптоматике. То есть, они достигли того уровня, который был до инсульта. Всего лишь 10%. 90% нет. Я думаю, эта ситуация скоро изменится, потому что активно начинает развиваться направление реабилитации. Я очень сильно надеюсь, что этот процент где-то в течение, ну, наверное, 5-6 лет будет 50. Но очень хочется в это верить. Надо какие-то задачи ставить перед собой. Европа такую задачу поставила. Завершая нашу программу, чтобы вы пожелали телезрителям. Я пожелал бы телезрителям, в общем-то, всем нам, прежде всего, крепкого здоровья, вам, вашим близким. Вот, беречь себя. И сейчас, как никогда, нужно задумываться о своем здоровье. Вот, немножечко все-таки прислушиваться к своим жалобам, к своему организму. Более рачительно следить за цифрами, как говорится, кому надо давление, там, сахара, холестерина. Обращать внимание на своих близких, потому что порой они не обращают на себя внимания, и мы должны проявить терпение, внимание и заботу. Ну, и надеемся, что мы вот это вот поскорее закончим. Это пандемия, и мы начнем все жить, все начнем жить нормальной жизнью. Школьники вернутся в школы, потому что очень тяжело. Дистанционное обучение дается многим, я думаю. Вот, доктора начнут заниматься своими, скажем так, непосредственными обязанностями и теми болезнями, которые они, Обычно лечили. Обычно занимаемся, да, то, что наша, в общем-то, профессия. Вот. Ну, и наши люди будут меньше болеть. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, за то, что отвечали на звонки телезрителей. И вам успехов вам в работе. Спасибо, спасибо. Но вам, дорогие друзья, мне остается сказать, мы сейчас находимся еще в тревожном времени, когда идет эта пандемия, и некоторые из вас еще до сих пор решают вопрос, делать прививку или нет. Хочется вам сказать, посмотрите, сколько людей, как тяжело они болеют. Помните о своем здоровье и о той единственной защите, которая сегодня существует – это прививка. А если у вас есть сомнения, то слушайте не соседей, не знакомых, не друзей, а слушайте врачей. Обратитесь к своему семейному врачу, к профильному специалисту. Но вы должны победить, и мы все с вами должны победить эту пандемию. А значит, прекратить движение вируса из клетки в клетку. Ему нужно поставить заслон. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok